Помочь и словом, и делом. Такую цель ставят организаторы школы родителей для семей, где воспитывают особенных детей. В главном корпусе Ивановского госуниверситета состоялось первое занятие. Его основная тема – правовое информирование. Родителям сложно разобраться самим. Они часто задавали нам такие вопросы. Мы пытались такие встречи проводить. Но выяснилось, что у нас в городе юриста, который глубоко бы вводил вопросами именно такой узкой специализации, нет. И поэтому сегодня у нас приглашен специалист из Москвы. Все занятия в школе родителей бесплатные. Проект реализуется при поддержке программы «Дети Ивановской области». По замыслу инициаторов проекта родители смогут получить необходимую информацию при воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводиться подобные встречи будут не реже одного раза в месяц. Это будут семинары, тренинги, мастер-классы. Мы будем рассказывать новое, интересное, полезное, чтобы семьи знали, как заниматься, для чего заниматься, как подойти к своему ребенку, чтобы ему было легче в нашей жизни. Во время первого занятия родители заполнили анкеты, которые помогут организаторам школы родителей определиться с дальнейшими планами. Конечно, мы вот таким большим залом будем собираться нечасто. Очень немного тем, которые одинаково интересны родителям ребеночка, например, с сахарным диагетом, и родителям ребенка с детским церебральным параличем, или проблемами слуха, или зрения. Поэтому в зависимости от запроса у нас все-таки занятия будут, наверное, небольшими группами, секционными. Школа родителей организована на базе Ивановского государственного университета не случайно. Здесь есть специалисты, готовые оказать помощь – психологи, педагоги, логопеды, которым не просто можно, а нужно обращаться за квалифицированной помощью. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.